Как кино влияет на развитие школьника? Как работать с подростками, для которых взрослые не авторитет? Эти и другие важные вопросы обсуждали в ходе Балаковских образовательных чтений. На дискуссию собрались педагоги, воспитатели, библиотекари, представители воскресных школ и духовенства. Такая встреча в нашем городе прошла впервые. Конференция – это не волшебная палочка, которая взмахнул и все сразу встала на свои места и стала так, как мы хотим. Нет, но, по крайней мере, мы поделимся опытом, а кто как работает для того, чтобы наши подростки, и речь в основном идет о подростках, которые более подвержены вот этому влиянию улицы, внешним факторам, влиянию тех сверстников, с кем они общаются. Когда ребенку 13, 14, 15 лет, родители, педагоги, очень часто для них не авторитет. Они считают себя взрослыми, грамотными, знают, они считают, что они знают больше, чем взрослые, и поэтому что-то донести до них бывает довольно сложно. Но вот мы как раз и будем это обсуждать. А какие есть формы работы? Валентина Муратова имеет большой багаж знаний и методик, которые помогают ей работать с подрастающим поколением. Она говорит, что важно найти подход к каждому ребенку и помочь ему понять общечеловеческие ценности. А ведь душа пустоты не терпит. Если есть пустое место, она обязательно чем-то займется. Чем? Добром или злом? Любовью или ненавистью? Епископ Балаковский Николаевский Варфламей сделал акцент в своем выступлении на вере и доброте, отметив, что по-настоящему нравственный человек совершает добрые дела не для того, чтобы спастись, а потому что он не может иначе. В погоне за материальным благами, комфортом и удовольствием мы потеряем то, что делает человека человеком. По мнению многих участников конференции, Россия сейчас переживает сложные времена. Но связаны они не с политической обстановкой и не с экономикой. Мы теряем подрастающие поколения, говорят присутствующие. И если в семьях, к сожалению, все меньше внимания стали уделять нравственному воспитанию детей, то все больше работы в этом направлении ложится на плечи педагогов, которые объясняют школьникам главные ценности жизни. Воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи. Уважение к старшим, к памяти предкам. После докладов участники конференции разделились на секции и продолжили работу уже по конкретным темам. На дискуссионных площадках они обменивались опытом и искали новые методы для образовательного процесса. В следующем году они встретятся снова, чтобы оценить результаты работы и обсудить новые важные темы. Продолжение следует...